Размер нашей Вселенной трудно представить. Для того, чтобы облететь ее по диаметру, нам потребовалась бы целая вечность, даже при условии, что мы нашли бы способ перемещаться со скоростью света. Где-то в далеких уголках нашего космоса существуют планеты и галактики, которые начали свое развитие миллиарды лет назад, задолго до появления нашей Земли. Как могут выглядеть такие древнейшие объекты? Расстояние до подобных небесных тел оценивают с помощью космологического красного смещения. Его измерения проводят методами спектроскопии, которые считают наиболее точными и достоверными. На данный момент мы знаем о нескольких подтвержденных галактиках, чей возраст не сильно отличается от возраста самой Вселенной и составляет примерно 13 миллиардов лет. Их список постоянно дополняется, так как ученые регулярно проводят исследования, в ходе которых они узнают о новых еще более удаленных объектах. Вероятнее всего, многие из них начали образовываться еще во времена эпохи реанизации, то есть в тот период, когда после Большого взрыва прошло примерно 550 миллионов лет. В то время во Вселенной только появлялись первые звезды, галактики и квазары, а вещество начинало распределяться по обособленным друг от друга скоплениям или кластерам. Ранее считалось, что первыми плотными объектами во Вселенной были квазары. Однако с появлением современных телескопов ученым удалось выяснить, что первые сформировавшиеся галактики существовали еще в темные века, то есть приблизительно через 400 миллионов лет после Большого взрыва. Сегодня мы способны рассмотреть несколько из таких древнейших объектов и даже узнать их размер и состав. Первой в их списке можно назвать галактику Z8 GND 5296, которая в 2013 году уже была объявлена самой удаленной из всех тех, что были известны науке. Ее открытие совершили астрономы из Техасского университета A&M. Согласно данным, полученным с помощью спектрографии, галактика находится на расстоянии примерно 30 миллиардов световых лет от Солнечной системы и сформировалась через 700 миллионов лет после Большого взрыва. Именно в таком новорожденном состоянии мы и видим ее сейчас. Этим можно объяснить более активный процесс формирования новых звезд, которые в молодых галактиках происходят значительно быстрее и наблюдается в случае с этим объектом. Для сравнения, в нашем Млечном Пути появляется примерно по одной новой звезде каждый год, а в Z8 GND 5296 примерно по 300. Впервые эту галактику обнаружили в октябре 2013 года в созвездии Большой Медведицы, и тогда она действительно являлась наиболее древнейшей из обнаруженных. Но в 2015 году все поменялось. Ее преемником стала галактика EGS ZS8-1, свет от которой зарегистрировал телескоп Хаббл в мае 2015 года. Расстояние, на котором эта галактика находится от нашей Земли, составляет 30,1 миллиарда световых лет. А масса этого объекта равняется примерно 15% от массы Млечного Пути. Эта галактика появилась спустя 670 миллионов лет после Большого Взрыва, а звезды в ней образуются в 80 раз быстрее, чем в нашем Млечном Пути. EGS ZS8-1 существовала еще в то время, когда водород во Вселенной начал ионизироваться, и, по мнению ученых, решающее значение для этого процесса имели молодые звезды, которые находились как раз в подобных системах. Галактика располагается в созвездии Валопаса, и до июля 2015 года также считалась наиболее удаленной из космических объектов. Следующий объект, который получил название A2744-UID-4, был обнаружен в 2017 году с помощью комплекса радиотелескопов Atacama Large Millimeter Array учеными из Европейской Южной обсерватории. Он представляет из себя галактику, формирование которой началось еще в то время, когда нашей Вселенной было всего 600 миллионов лет. A2744-UID-4 на 75% состоит из темной материи, на 20% из горячего газа и всего 5% в ней занимает остальное вещество. Во время исследования объекта ученым удалось зафиксировать огромное количество космической пыли ионизированного кислорода внутри этой галактики. На данный момент эти следы являются самым ранним обнаружением кислорода и пыли во Вселенной. Галактика находится в созвездии Скульптора, а темп звездообразования в ней примерно в 20 раз превышает скорость рождения звезд в Млечном Пути. Только представьте, ученые способны заглянуть в прошлое нашего мира и увидеть объекты, которые появлялись в нем миллиарды лет назад. Двумя столетиями ранее даже предположение подобным назвали бы бессмыслицей. Однако сегодня мы имеем возможность следить за развитием космоса, не выходя из своего дома. Каким результатом может привести этот стремительный прогресс? Ведь это только начало. 28 августа 2015 года в издании журнала Astrophysical Journal Letters была опубликована статья, в которой описывались доказательства обнаружения галактики под названием EGSY-8P7, возраст которой может превышать 13,28 миллиарда лет. Этот вывод был сделан на основании данных, которые были получены с помощью космических телескопов Хаббл и Спитцер. Обнаруженная галактика была необычайно яркой, что вероятнее всего указывает на присутствие в ней горячих звезд. EGSY-8P7 находится в созвездии Валопаса и до 1 марта 2016 года считалась наиболее удаленной галактикой от Земли. Заключительным объектом в нашем списке является действующий рекордсмен по уровню удаленности галактика GNZ-11, которая находится в созвездии Большой Медведицы. Это звездное скопление удалено от нашей планеты на 13,4 миллиарда световых лет и возникло спустя 400 миллионов лет после Большого взрыва. Расстояние до GNZ-11 было оценено космическими телескопами Хаббл и Спитцер при помощи широкоугольной камеры и новых спектроскопических методов. Эта галактика находится прямо на пределе видимости, которые доступны телескопу Хаббл и обладает размером, который в 25 раз меньше нашего Млечного Пути. Как и в других сравнительно молодых галактиках, скорость звездообразования в GNZ-11 примерно в 20 раз выше, чем в нашем звездном скоплении. А расстояние от Земли до нее составляет рекордные 32 миллиарда световых лет. На данный момент этот объект является самым удаленным из всех тех, что известны науке. Однако он все же имеет вероятных конкурентов. Например, галактика UDFJ 395-462-84, расстояние до которой пока не было официально подтверждено. Ученые надеются продолжить исследование GNZ-11 при помощи космического телескопа Джеймс Уэбб.